Ребят, всем привет! В этом видео покажу, как проводить тестирование с помощью API. Сделаем это мы на примере магазина «Розетка» и будем использовать программу «Постмен». Значит, у вас изначально должна быть установлена программа «Постмен». Как это сделать, я показывал в предыдущих своих видео. И у вас должен быть открыт магазин «Розетка» в браузере Google Chrome. Итак, будем мы проверять форму регистрации. Жмем на вот этот вот значок «Аккаунт» и жмем кнопку «Зарегистрироваться». Сюда вводим все валидные данные. Например, имя Иван, фамилия Иванов, номер телефона 050 123456, ну и 7. Пусть будет любой. Электронную почту давайте введем. Значит, давайте введем электронную почту. «Мейл» и пусть будет это время. 23.30 сейчас у меня на часах. Ну, я вбил это время. Так, и «Gmail.com». Пароль. Придумаем любой валидный пароль. Например, «Password1234». Давайте я покажу, чтобы все вам было видно. Так, теперь кнопку «Зарегистрироваться» сажать не надо. Жмем вот тут вот в окне правой кнопкой и жмем кнопку «Inspect». Либо, если в русском варианте, там, по-моему, «Просмотреть код», либо «Посмотреть код», по-моему. Ну, в любом случае, это самый нижний вариант. Так, открылось. Ух ты, у меня открылось окно в отдельном окне. Не знаю, почему у вас может быть в том же самом. Откроется. Давайте я вот так сделаю. В принципе, нам это не очень сильно надо. Так. Теперь вот у нас открылся DevTools. И мы переходим тут на вкладочку «Network». Вот она. Видим, тут было у нас отправлено куча запросов уже со статусом 200. Надо все это обнулить. Ну, чтобы нам потом было легче искать. Вот, жмем «Обнулить». И теперь жмем кнопку «Зарегистрироваться». Все. Вот, видим, отправилась целая куча запросов. Нас интересует вот этот запросик «SignUpPhone». Так, что мы из него видим? Переходим сразу вот тут на вкладочку «Headers». В принципе, вот это окно нам не надо. Давайте я его уменьшу. Уменьшу. И вот так вот развернулся. Так, смотрите. Запрос был отправлен с помощью метода «Post». Статус получил 200. Тут может быть любое число. 200, 204. Не важно. То есть, все прошло у нас как надо. Сейчас нам надо скопировать вот эту URL. Давайте копируем ее. И переходим в наш Postman. Так, тут просят меня обновить программу. Я этого делать пока не буду. Так, и смотрим. Так, у нас... Так, что-то есть. Закрываем «Collection». Закрываем «Collection». Давим «New». «Collection». И называем коллекцию. Давайте назовем «Розетка». Так, коллекцию мы добавили. Теперь на ней жмем правой кнопкой и выбираем «Add Request». Это и будет наш Request. Давайте его назовем «Registration». Ну, то есть, мы проверяем форму регистрации и жмем «Регистрации». Смотрим дальше. Вот сюда. Мы использовали метод «Post». Значит, здесь выбираем «Post». Enter URL. Это есть вот этот URL, который мы скопировали. Выделяем его. Copy Value. Вставляем. Так, что нам надо дальше? Так, смотрите. Вот, кстати, вот у нас будет окно запроса. Окно ответа. Менять их расположение можно вот этим. Видите, вот ответ стал внизу находиться. Можно, чтобы справа. Но это кому как удобней. Давайте я вот так надавлю, чтобы ответ находился внизу. Так, теперь нам надо перейти на вкладочку Headers. Вот, перешли мы на нее. И нам надо теперь надавить. Так, не вижу. Арамс надо надавить. Булк Edit. А, все понял. У меня почему-то оно опустилось вниз. Вот, смотрите. Полоса прокрутки. У нас должна быть кнопка Bulk Edit. То есть, сейчас это в виде, скажем так, таблички. Когда мы переходим на Bulk Edit, все это в виде текста данные. Скажем так. Так, возвращаемся на Google Chrome. И прокручиваем. Так, наше окно. Надо вот докрутить до заголовка Request Headers. После этого жмем View Source. И нам все вот жмем. Надавили View Source. Один раз после этого жмем на вот этом окне. И все, что выделено вот таким вот синим фоном, выделяем и копируем. Выделяем, выделяем. Так, вот. Правой кнопкой копируем. Возвращаемся в Postman. Жмем правую кнопку. Вставляем. Видите, данные сейчас у нас, скажем так, вставились в виде текста. Теперь жмем на K-Value Edit. Вот все те же самые данные теперь подтянулись, но в виде, скажем так, таблички. В виде таблички. Можно вот вернуть назад. Будет в виде текста. Жмем вот так вот. И смотрите. Если у вас сейчас выглядят первые какие-то непонятные вот эти хедеры. Жмем кнопочку Hide Auto Generated. То есть, скрыть те, которые сгенерированы автоматически. Их, вот, написано 7 штук. И теперь нам надо убрать галочку с вот этого вот первого. Post Session. Короче, убираем. Сделали это. Теперь переходим в Body. И тут выбираем вот это. X-www Form. Возвращаемся опять на угол Chrome. И прокручиваем вниз до Form Data. Так, и копируем вот это вот все. Так. Выделил. Правой кнопкой копируем. Опять, видите, тут табличка. Нам надо надавить bulk edit. После этого мы можем вставить скопированные данные. Ух ты, один Иван у меня скопировался. Так, невнимательное дело. Так, выделяю. Копи. Возвращаемся в Postman. Вставляю. Вот, видите, ставились все данные. Опять жмем K-Value. И все это в виде таблички. Теперь смотрите, что получится, если я сейчас надавлю отправить запрос. Значит, смотрите. Мы тут уже, видите, зарегистрировали нашего пользователя. Пользователя теперь мы только ждем код подтверждения, который должен прийти в смс. То есть, если я сейчас в Postman надавлю отправить запрос, должна быть такая ошибка высветится. Ну, не ошибка, а сообщение, что пользователь с таким именем уже существует. Ну, либо что-то в этом роде. То есть, мы сейчас фактически вот эту вот формочку регистрации, которая была вот здесь, считайте, что мы ее заполнили еще раз одними и теми же данными. Вот это вот так вот выглядит. Жмем Send. А, забыл я. Перейти надо в Settings. И вот это вот выключить. Enable SSL Certification. Verification. Certificate, вернее, Verification. Возвращаемся в Body. Жмем кнопочку Send. И видим, e-mail уже существует и ожидает подтверждения. Ну, то есть, понимаете, да, нельзя зарегистрировать двух пользователей с одним e-mail. Теперь давайте добавляем сюда вот в наш e-mail какую-нибудь циферку, например, чтобы было понятнее. Нижнее подчеркивание 2. И жмем еще раз отправить тот же самый запрос. Жмем Send. И теперь видим, вот новый пользователь у нас зарегистрирован и опять же ждет, пока введут SMS. Вот так вот все это просто делается. Опять же, это тестирование в основном происходит тогда, когда у нас нет графического интерфейса. Он еще не заработан, но у нас есть API. То есть, мы можем получить доступ ко всем этим полям и кнопкам, не имея графического интерфейса. А получаем мы доступ ко всему этому через API. Ну, через программу Postman. Вот и все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.